Здравствуйте, уважаемые зрители канала Полисигнал, слушатели, а также просто любопытные, случайно сюда заглянувшие. Вот как так в жизни получается, в то время как наш президент Владимир Владимирович Путин решает задачи такого большого размаха, как дальнейшая жизнь и развитие государства российского в нашем сложном, диком капиталистическом мире и процветания народов, живущих в нем, мы, люди, общество российского государства никак не можем решить, казалось бы, простой вопрос. Кто такие сестры Хачатурян? Убийцы своего отца или жертвы своего отца? Действительно, ну сколько можно обсуждать этот вопрос? Уже прошло полтора года, а мы все обсуждаем и обсуждаем. Надо заканчивать эту тему, как вы считаете? Смею вас уверить, что когда суд вынесет свое решение по поводу этого дела, эмоции в обществе не успокоятся. Обязательно в обществе найдутся люди, которые скажут, что суд вынес слишком суровый приговор, а с другой стороны, другие люди будут его критиковать за излишнюю мягкость. Однако вернемся к нашим роликам и комментариям к ним. Вот некоторые пишут, что я хайплюсь на этой теме. Да, уже полтора года продолжается этот хайп. Не слишком ли долго? Хочется спросить. Другие пишут, кто тебе заплатил? Смею вас уверить, никто. И даже YouTube отключает монетизацию этих роликов по непонятным для меня причинам. Так вот, то, что я высказываю, это просто мои мысли, мое мнение, которое может не совпадать с вашим мнением. И это нормально. Что еще пишут? Вот пишут, что я не привожу никаких новых фактов, что они знают эти факты. Действительно, эти факты взяты из дела. Их публикуют в газете «Комсомольская правда» и на сайте «Комсомольской правды». Там есть и телефонные переговоры, и смс-сообщения, и даже видео. Но, похоже, некоторым людям этого недостаточно. Им что, нужна вся, вся подноготная? Иначе они не поверят выложенным фактам. Так что ли? Тут наблюдается странная позиция этих людей. Они исходно ничему и никому не верят. Вот я, скажем, лично я. Я всем верю. Человек сказал, у меня нет основания ему не верить. Я ему верю. Но потом я проверяю то, что он сказал. Вот такая у меня позиция. И после проверки это может оказаться либо правдой, либо ложью. Ведь так. А если человек исходно никому не верит, будет он что-то проверять? Да скорее всего не будет. Что он, лох что ли? Проверять, что попало. Кому-то надо. Тут и пускай проверяет. А ему и так все понятно. Что тут проверять? Знакомая для вас позиция? Думаю, да. И что тут делать, спросите вы. Как общаться с такими людьми? Как, как? Не просто, а очень просто. Знать, что такие люди есть всегда. И они нужны для того, чтобы вы научились дискутировать даже в очень сложных ситуациях. Тотального недоверия. Мне так кажется. А как по-другому? Вот. А сейчас я предлагаю еще одну статью с фактами, взятыми из дела сестер Хачатурьян. Итак. Статья из Комсомольской правды. Племянник Михаил Хачатурьяна про избиение сестер. Кинул ключи в голову. Обычная ситуация. Семья и адвокаты потерпевшей стороны устроили из пресс-конференции целое шоу. Автор Мария Шестерякова. Фото. Пресс-конференция родственников и адвокатов Михаила Хачатурьяна. Мы пришли прояснить правду, сказать истину. Которую все должны услышать, начал пресс-конференцию Арсен Хачатурян. Племянник Михаила и теперь уже главный его защитник. Оказывается, девочки убили отца, потому что напугались его наказание за трату денег. И не девственность одной из сестер. Во всяком случае, так считает защита потерпевшей стороны. Отец хотел взять детализацию счета банковской карты девочек. Они этого очень боялись. Еще Михаилу соседи пожаловались, что парни к ним приходят. И что сестры ведут разгульный образ жизни. Тогда он решил отвезти их на мед отсвидетельствование. А Мария не девственница. Девочки испугались и убили отца. Так адвокаты объясняют мотив убийства. Племянник Михаила Арсен Хачатурян и адвокаты потерпевших по-прежнему отрицают, что отец много лет издевался над девочками. Девочки якобы все продумали, спланировали и распределили роли. Читаем дальше. Просил не выходить из дома. В переписке, которую Комсомольская правда публиковала ранее, Ангелина жаловалась двоюродному брату на очередное избиение и даже прислала фото с окровавленной головой. Арсен на это отреагировал резко. Там кровь с башки. Многоточие. Че он многоточие делает? Он многоточие. Нельзя такие вещи делать. Он черт, написал племянник Михаила. По всей видимости, это про самого Михаила. Он так выразился. А вы думали, он нас гладит и мы просто так шугаемся? Только никому не показывайте фотку. И не рассказывайте, просит Ангелина. Арсен Хачатурян сейчас кромче всех защищает своего дядю и пытается убедить. В семье была идиллия. Получается, он знал о том, что Михаил издевается над дочками. Просто не придавал этому значения. Сначала Арсен долго пытается убедить, что его слова в прессе переврали и писал он по-другому. Когда выяснилось, что он о дяде и вправду высказался не лучшим образом, Арсен заявил, ничего такого покойный не сделал. Он сказал, Михаил каждое воскресенье ходил в церковь. И в это время просил девочек не выходить из дома, только если с собаками погулять. А когда он вернулся из церкви, в двери торчал ключ. Он спросил у девочек. Те его обманули, что дома сидели. Он взял и кинул ключи. И сказал, а что это такое? И попал в голову одной из девочек. Обычная ситуация, ничего серьезного. Они его обманывали постоянно, а он обман не любил. Читаем дальше. Они будущие жены. Насчет видео, где Михаил Хачатурян наказывает дочерей, его племянник тоже пожал плечами. Сестры постоянно оставляли беспорядок, а они же будущие жены. Так нельзя, сказал он. Вот это видео. В кухне вчера на целое одело волосы под кресло и на Томино матрасе снял. Вот так. Слушайте, вот это тварь. Вот этот тварь, который пока имя Кристина и мою фамилию. Повернись сюда! Ай, урод! Ай, урод, повернись сюда! Да, да, и они еще жалуются, как будто я что-то, чего-то от них хотел. Заметьте, какие резкие переходы и состояние ярости в спокойное состояние. Признак, ну просто сумасшествия. Признак шизоидного характера, однозначно. Читаем дальше. Отец был строгий, эмоциональный. В квартире постоянно был срач, который Михаилу не нравился, как и любому мужчине. Он девочкам все. И еду, и одежду, и последний смартфон. Все, чего требуешь от девочек, убраться, приготовить, покушать. Девочки должны понимать, что они будущие жены. Так что же они срут-то постоянно, удивляется Арсен. При этом двоюродный брат продолжает настаивать. Девочки ни одного ранения за всю жизнь не получили. Иначе, во время убийства, Михаил Качатурян ответил бы на это и оттолкнул девочек. Вы считаете, если девочки боятся, что отец узнает, что кто-то из них не девственница, и что в них кидают ключи просто так, это нормальная, доброжелательная атмосфера в доме, без атмосферы насилия? Ответ. В каждой семье свои традиции. В нашем современном мире, когда тебе 16 лет и ты не девственница, может это и нормально. Но в семье Михаила это не было нормально. Он, как отец, хотел достойно выдать своих дочерей замуж. Поэтому он хотел провести медицинское освидетельствование. А по поводу ключей. В нашей жизни всякие ситуации бывают, ответил адвокат Ольга Халикова. Читаем дальше. Есть справка, что у него нет связей. Его порочащих надо добавить. Защита потерпевшей стороны отрицает любые обвинения в адрес Михаила Хачатуряна. Адвокат Ольга Халикова заявила. Никакого сексуального насилия не было. Это все вранье. Якобы таких экспертиз и вовсе нет в материалах дела. Девочек не держали в заточении. Они ездили с отцом в Израиль и в Сочи. Видимо, что девочкам нельзя было выйти из дома, пока папа в церкви не считается заточением. Самое интересное. Якобы адвокаты проверяли, был ли у Хачатуряна авторитет в правоохранительных органах. И сказали, что нет. Есть справка, что связей у него не было, на учетах не состоял. Так что не был он авторитетом. И сестры могли обратиться в полицию. А еще у них была возможность покинуть и квартиру, и даже страну. Тем более деньги были. За месяц-два у них на карте было до двух миллионов рублей. Прокомментировала Ольга Халикова. Более того, защита продолжает настаивать. Девочки отдавали отчет своим действиям. Подготовились и распределили роли. Адвокаты ставят под сомнение и невменяемость младшей сестры, Марии Хачатурян. Первичная экспертиза заключила, что у нее синдром жестокого обращения. Но это заключение неверно. Мария интеллектуально развита, ходила в школу, имеет большой круг общения. Отклонений и патологий, характерных для синдрома жестокого обращения, нет. Уверен адвокат потерпевших Георгий Чугуашвили. Вместе с собой родственники Хачатуряна привели эксперта по подростковому поведению. Это стало вишенкой на торте. Психолог заявила, девочки были сексуально агрессивны. А проявлялось это, оказывается, в фотографиях. Она заявила, я говорю о фотах из сети. На ней две девушки в майках, одна в шортах, другая в короткой юбке. Рядом с ними то ли мужчина, то ли еще женщина. И это сделано в виде селфи, объясняет психолог. А вот еще фото, где одна из них с парнем целуется. Вы считаете это нормальным? В нашей армянской семье это ненормально, еще заявляет психолог. Читаем дальше. Мнение другой стороны. Алексей Паршин, адвокат Ангелины Хачатурян заявляет. Здесь сложно что-либо комментировать. Марии проводили две судебные комплексные сексолога-психолога-психиатрические экспертизы. И еще дополнительно допрашивали экспертов, которые подтвердили предыдущие выводы. У потерпевших есть право заявлять любые ходатайства, но никаких оснований назначать и проводить еще одну экспертизу не имеется. Отрицать в данной ситуации можно что угодно, но результаты всех экспертизм есть в материалах дела. Фото. Скриншоты переписки с Арсеном Хачатуряном. Можете сами все прочитать. При желании. Некоторые слова зачеркнуты. Наверное это нецензурные слова. Еще одно фото. Скриншоты переписки с Арсеном Хачатуряном. Та же самая история. Много слов зачеркнуто. Довольно сложно разобраться, что же такое написано в этих смс-сообщениях. Текст конечно желает оставлять лучше, как говорят. Вот скажем такой пример. Дается текст довольно несвязный. Вот скажем пример такой. Арсен спрашивает. Что он делает? Ангелина отвечает. Сряхнулся, с ума сошел. Арсен спрашивает. И что он часто такой фигней страдает? Ангелина отвечает. Каждый день. Не было и дня, что он спокойно вел себя. Да забей. Все нормально. Успокаивает на его Арсена. Арсен отвечает. Да какой забей? Он что там вообще? Ангелина отвечает. Спасибо за переживание, но тут ничего не поделать. Арсен отвечает. Да это... Дальше зачеркнуто. Ангелина отвечает. Знаю. Арсен говорит. Какого хрена он себя так ведет? Ангелина отвечает. Потому что одинок. Никто не любит. Все на нас срывает. И еще, когда вся семейка про нас плохое говорит. Ну, короче, просто ненормальный. И это еще пустяки. То, что произошло с ключами и с головой. Арсен отвечает. Зачеркнуто. Чего-то там материться. Нельзя такие вещи делать. Ангелина отвечает. А вы думали, он нас гладит? И мы просто так шугаемся. Каждый раз гладит. Только никому не показывайте фотку. Просто ненормальный. И это еще пустяки. Арсен отвечает. Он черт. Ангелина говорит. Отвечает. Ну, это понятное дело. Арсен. Ангелина. А та отвечает. Да. Адвокат со стороны Михаила Хачатуряна считает, что сестры спланировали убийство. Адвокаты защиты сказали в средствах массовой информации, что якобы найдено ДНК. И изнасилование оно подтверждено материалами дела. Я хочу опровергнуть данный факт, потому что данной экспертизы материалов дела нет. И никаких биологических средов Михаила, подтверждающих насилие над девочками, нет у этого. Имеются только фото-жировые следы, которые были изъяты с постельного белья. Но в данной экспертизе сказано, что эти фото-жировые следы, да, они принадлежат иному мужчине еще. В том числе и Михаилу, потому что Михаилу это его было спальное место. Адвокаты защиты сказали в средствах массовой информации, что якобы найдено ДНК. И изнасилование оно подтверждено материалами дела. Я хочу опровергнуть данный факт, потому что данной экспертизы материалов дела нет. И никаких биологических средов Михаила, подтверждающих насилие над девочками, нет у этого. Имеются только фото-жировые следы, которые были изъяты с постельного белья. Но в данной экспертизе сказано, что эти фото-жировые следы, да, они принадлежат иному мужчине еще. В том числе и Михаилу, потому что Михаилу это его было спальное место. Продолжение следует...